Так, вот он непосредственно, сам грот князя Голицына. И вот эти ниши, которые сохранились после отвала 1927 года, где лежали бутылки. Вот в каждой этой нише лежали бутылки. Говорят, после революции всю коллекцию вин, очень много было бутылок, 3000 с лишним бутылок, по-моему, коллекционных он привозил из других стран, где путешествовал. В общем, ее взяли, перевезли в другой город, а потом концы ее теряются. Выпили, наверное, большевики, красноармейцы, или кто-то себе забрал. Вот тоже грот, начало подземного хода, но он завален. Вообще красиво, конечно, здесь. И, как рассказывают, вот здесь хранились вина. Вот эта вот стена, она полностью рукотворно закрывала вход в это хранилище. Была маленькая арка, стеклянная дверь, и на потолке, на крюку, висела люстра 100 свечей. А там стояли столики, белая скатерть, и там князь угощал своих гостей вином. И была сцена специальная, где, значит, музыканты сидели, пели.